Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У природы нет плохой погоды, а нынешние еще и порадуют самарцев ранней весной. Это весьма кстати, учитывая, что времени на подготовку города к юбилейному Дню Победы будет больше. Раньше, чем в прошлые годы, начнется и месячник по благоустройству. Сегодня губернатор Дмитрий Азаров поручил всем муниципалитетам разработать план-график проведения уборки территорий. На оперативном совещании в мэрии глава Самары Елена Лапушкина обозначила задачу перед руководителями районов. Поступило поручение губернатора, если позволите, я вам его зачитаю. Составить план-график уборочных мероприятий и предоставить губернатору. То есть мы с вами в этом году с месячником по благоустройству стартуем несколько раньше. Олег Владимирович, включайтесь, план-график вместе с районами составляйте. Фактически работы по уборке города уже начались. В частности, сегодня главы районов отчитались, как прошла кампания по ликвидации снега и наледи. Большинство управляющих компаний ЖКХ борьбу с обледенением провели успешно. Важно, чтобы все городские службы не допускали чрезвычайных происшествий, таких, как было на прошлой неделе трамваем 20 маршрута. Сегодня была озвучена предварительная версия. Водитель забыла поставить машину на ручной тормоз и покинула ее. Точная информация будет озвучена в ближайшее время. По данным случаям назначена проверка из числа сотрудников ТТО. Дополнительно к этой проверке подключен департамент травм, в лице заместителя руководителя. Предварительные выводы есть, но в качестве водителя, который допустил этот опыт, 51 год, 16 лет, стажа, первый класс, поэтому мы будем дополнительно проведать меры при причемской ответственности. Как вы в дальнейшем будете избегать подобных ситуаций? Какие планы работ? Представьте мне тогда в среду на оперативном совещании. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Почти полтора года без автомобильных прав и угрозы уголовной ответственности. В Самаре прошел суд над водителем, который избил ребенка на пересечении улицы Вилоновской и братьев Коростелевых. 11-летний мальчик после столкновения получил закрытый перелом лодыжки, а водитель скрылся с места ДТП. Андрей Горгуленко выяснил обстоятельства происшествия. Небольшое касание зеркалом, как представляет случившийся водитель Вазовской девятки, обернулось для 11-летнего ребенка закрытым переломом лодыжки. Этот удар случился 27 февраля в 7.14 утра на пересечении Вилоновской и братьев Коростелевых. 40-летний мужчина даже не остановился, чтобы проверить, все ли в порядке с мальчиком и скрылся с места ДТП. Сейчас свою вину водитель, который захотел для камеры остаться инкогнито, полностью признает и сожалеет, что так произошло. Но, как признается, была плохая видимость. Пешеход, он заметил только когда тот был в метре от капота, предпринял попытку вернуться. А не остановился, потому что не мог задерживаться в пути из-за здоровья мамы. Он должен был прибыть к моему месту жизни вовремя, так как не хотел, чтобы у моей мати ухочила здоровья. У ребенка теперь психологическая травма, как рассказал его отец, тоже пожелавший остаться неизвестным. Мальчик теперь боится самостоятельно переходить дорогу. Прервалась и его спортивная карьера. В минувшие выходные он должен был ехать на соревнования по рукопашному бою в Сызрань. Теперь полное восстановление займет больше двух месяцев. У него испуг, он боится выходить и не знает, как ему теперь одному ходить в школу и переходить дорогу. В отношении водителя завели сразу несколько административных дел. По одному он уже получил свое наказание. Лишение водительских прав на один год и четыре месяца. И это как минимум. После того, как пострадавший мальчик закончит свое лечение, будет произведена судебная экспертиза. Если ее результаты покажут, что парень получил тяжкий вред здоровью, водителя ждет уголовная ответственность. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. За ними будущее. Глава региона Дмитрий Азаров побывал в центре для одаренных детей ВЕГА. Губернатор провел первое заседание попечительского совета учреждения. Чему учат самарских вундеркиндов и какие задачи стоят перед центром, узнала Лариса Шалафаст. Здравствуйте, Дмитрий Игоревич. Мы рады видеть вас здесь. Здравствуйте, Алиса. Я тоже вас знаю. В гостях у вундеркиндов глава региона знакомится с учениками центра для одаренных детей. Здесь проживают и учатся больше 200 ребят со всей области и других регионов страны. Губернатор поинтересовался планами подростков на дальнейшее будущее. Спросил, определились ли они с профессией. Какие планы есть? Ну, конечно, да. Ну, я мечтаю стать программистом. Это мечта детства с 10 лет. В региональном центре для одаренных детей углубленно изучают технические науки. Дети осваивают 3D-моделирование, робототехнику и веб-дизайн. Изучают искусство, занимаются спортом. Поддержка одаренных детей в регионе вышла на новый уровень в прошлом году. На базе Самарского регионального центра создан Центр ВЕГА. Соответствующее соглашение подписали глава региона Дмитрий Азаров и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. В соответствии с поручением президента до 2024 года, такие организации должны появиться во всех субъектах страны. Забота о детях в их воспитании, развитии буквально пронизывают всю деятельность региональной власти. В наших детях мы видим будущее Самарской области, будущее нашей страны. Поэтому построение эффективной системы, выявление и поддержки одаренных детей – одна из важнейших задач. Уже завтра их таланты, способности будут востребованы обществом, станут драйвером развития региона, России в целом. Уверен, что региональный центр займет достойное место в системе образования Самарской области, будет способствовать успешной реализации национального проекта. На первом заседании попечительского совета говорят о концепции развития ВЕГА. В следующем году участникам смен будут доступны образовательные программы по новым направлениям. Сегодня подготовлены, в том числе с нашими сетевыми партнерами, программы уже новых профилей по направлению наука. Программы ракетостроения, робототехника 3.0, нанотехнологии в наукоемком производстве, информационные технологии, электроника, биоиндикация. В качестве поддержки учреждение получило федеральный грант – более 300 миллионов рублей по нацпроекту образования. Средства пойдут на развитие материально-технической базы, закупят новое оборудование, сделают ремонт здания, организуют химические и физические лаборатории. Все это позволит и в будущем привлекать в центр способных к целеустремленных ребят. Лариса Шлафаст, события. Встретил победу в танке в австрийском лесу. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Павлович Юдин отметил свой 95-й день рождения. К нему с поздравлениями пришли юные армейцы 53-й школы, сотрудники городского департамента соцподдержки и администрации промышленного района. Подарки, цветы и, конечно, праздничный торт. Андрей Горгуленко тоже поздравил юбиляра. Торт, цветы и поздравления в стихах. Привычные в день рождения атрибуты. Вот только именинник сегодня особенный. Николай Павлович Юдин, ветеран Великой Отечественной войны, отмечает солидный юбилей, 95 лет. По профессии водитель. Всю жизнь проработал в совхозе Чуфаровский. Женат, отец двух дочек и любимый дедушка для единственного внука. Но это в мирное время. А во время войны Николай Павлович был пехотинцем. На поля сражений попал в конце 43-го года. Прошел Первый Украинский фронт, участвовал в освобождении Будапешта и Вены, за что и награжден соответствующими медалями, а также Орденом Отечественной войны второй степени. Служил в специальном прорывном отряде. День победы Николай Павлович встретил в австрийском лесу. Во время очередного задания танк, который прикрывал его отряд, застрял. Бойцы остались его охранять и ждать помощи, которая подоспела лишь через несколько дней. Пришел в танк, заступил, не взял. Конечно. Опять ушел. Еще сутки. Два приходят. Два вышли. Ну, а тут понятно дело. Победа. С юбилеем ветерана поздравили сотрудники городского департамента социальной поддержки, администрации промышленного района и юнормейцы 53-й школы. Необходимо помнить таких людей, всегда поддерживать их, помогать в каких-то моментах. Приходить просто в гости, пить с ним чай, говорить какие-то добрые слова или просто с ними разговаривать, потому что это действительно им необходимо. Юнормейцы 53-й школы держат шефство над пятью ветеранами. Каждого они ежегодно поздравляют с днем рождения, с днем победы. Ну, а порой без повода приходят в гости, чтобы просто пообщаться. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Когда пожарные машины – символ интересного дня. Как действовать во время эвакуации и чем можно помочь человеку, который получил травму. В Самарской школе прошел всероссийский урок ОБЖ для учеников младших и старших классов. Как это было, расскажет Анатолий Головко. Пожарная машина во дворе школы – знак тревожный, но сегодня, в день гражданской обороны, это скорее исключение из правил. Сотрудники МЧС приехали к ребятам, чтобы рассказать об основах безопасности жизнедеятельности не только в теории, но и на практике. Для детей занятия на свежем воздухе только в радость. Они с большим интересом изучают, как устроена спецтехника. Все можно потрогать и пощупать. Строгих запретов нет. Он тяжелый! Он тяжелый! Это ствол высокого давления. Пожарные используют его в первую очередь, когда прибывают на место происшествия, например, для тушения горящего автомобиля или мусорного бака. Спасибо! Параллельно в кабинете проходят уроки для старшеклассников. Специалисты и ветераны Министерства чрезвычайных ситуаций рассказывают о том, как правильно оказать первую помощь. Рассказывали, где в Самаре убежище и радиоактивные места. Тебе понравилось? Тебе было интересно? Да, мне было интересно. Самый важный урок – это урок ОБЖ, потому что все, чего мы учим в школе, все должно пригодиться для жизни. Подобные уроки в 29-й школе уже стали хорошей традицией. В этом году для ребят организуют еще несколько тематических выставок и экскурсий. Хочется верить, что полученные учениками знания помогут им во взрослой жизни. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Исторические купюры, которым больше века. 250 лет исполнилось российским бумажным деньгам. За это время банкноты прошли серьезный эволюционный путь. Уровень их защиты повышается и по сей день. Как отличить оригинал от подделки, узнала мэри Елчан. Катенька и Петенька. Так раньше называли купюры, на которых изображены портреты Екатерины II и Петра I. Банкнот там больше века. Здесь хранятся их подлинники. Одна из любимых баннистами купюр – это Катенька. Она была модифицирована несколько раз. И гуляла, между прочим, модификация, по крайней мере, 1912 года вплоть до 1917 года. То в Петеньку, в общем-то, ей не пользовались как средством платежа. Ей Петенькой пользовались как средством сбережения денег. То есть покупали 500 рублей кредитный билет и хранили как в банке. Культурно о финансах рассказывают фойе Самарского отделения Банка России. Здесь открылась выставка, посвященная 250-летию российских бумажных денег. Специалисты отобрали исторические купюры, сделали с них снимки и оформили стенды. Два с половиной века назад первые бумажные деньги печатались на специальной бумаге. У них уже тогда были определенные признаки защиты. Водяной знак – один из наиболее старых. Он используется и по сей день. Спустя 250 лет уровень защиты от подделки заметно повысился. Тем не менее, когда дело касается наличных денег, бдительность терять нельзя. И защитные признаки, которые позволяют отличить настоящие деньги от фальшивки, надо знать каждому. Особенно, когда речь идет о купюрах крупного номинала. Их подделывают чаще всего. Признаки можно проверить на просвет, то есть при наклоне банкноты и при, ну скажем так, увеличении или тактильно. Как правило, не менее трех защитных признаков в обязательном порядке нужно проверить. Информацию о защитных признаках банкнот можно найти на сайте Банка России. А можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Банкноты Банка России». Если вы обнаружили купюру, в подлинности которой сомневаетесь, нужно сдать ее на экспертизу в подразделении любого банка, которое работает с наличными. В Центральном банке деньги не только начинают свою жизнь, но и заканчивают ее. Вот так выглядят купюры, которые изъяты из обращения. На специальном оборудовании они превращаются в мелкие кусочки. Здесь примерно полмиллиона рублей. Сегодня в Самарской области все большую популярность приобретают безналичные платежи. Несмотря на это, говорить о том, что современные бумажные деньги уйдут в историю, рано. Существуют консервативно настроенные люди, которые по разным причинам не готовы отказываться от наличных денег, переходить на полностью безналичные платежи. Поэтому в ближайшей перспективе, я думаю, говорить о прекращении обращения наличных денег не приходится. Познакомиться с экспозицией, посвященной истории российских денег, можно в банке до 4 марта. После этого выставка отправится по другим площадкам Самары. Мэриил Чан, Василий Калдашов, События. Сегодня по православной традиции начинается Великий пост. Время строгого воздержания, которое необходимо для того, чтобы потом радостно встретить Пасху. Праздник в этом году приходится на 19 апреля. А накануне было прощенное воскресенье. Завершилась сырная неделя. По всей Самаре прошли масленичные торжества. Центральным местом событий стала площадь Куйбышева. Но праздник отметили во всех районах города. В общей сложности в гуляниях приняли участие более 50 тысяч человек. Жители и гости Самары съели тонну блинов, участвовали в народных забавах и по традиции просили друг у друга прощения. Вместе с ними весну встретили и наши корреспонденты. Зиму провожаем! Весну встречаем! Весну самарцы встречают дружно и весело. На площади Куйбышева развернулся большой праздник. Гостей угощают традиционным масленичным лакомством блинами. На одной из площадок мастер-класс по приготовлению блинов от известного мастера Андрея Блинаря. Вместе с ним несколько блинчиков приготовила и глава города Елена Лапушкина. Секрет блинчиков только один – не держать зла на сердце и все у вас получится. На площади открыты десятки разнообразных площадок, приобрести памятный сувенир. Все желающие могут на ярмарке продажи. Свою продукцию представляют более сотни мастеров со всей области. Для любителей активного отдыха организовали соревнования по перетягиванию каната, бои на подушках, ходьбе на ходулях. Знаете, я вдруг поняла, что нашей самой большой площади Европы не хватает для нашего гуляния. Хочется ее еще раз двинуть. Всех наших замечательных жителей поздравить с праздником, с праздником весны, с масленицей. Конечно, я хочу пожелать достатка, пожелать радости, пожелать здоровья, пожелать уверенности в себе. В центре площади установили куклу Маслену. Весь день для гостей праздника на сцене выступали лучшие творческие коллективы города. Отличный праздник, вообще классно. Я приехала из другого города, из Новосибирска и попала на Масленицу, чему очень рада. Очень классный концерт, веселый. Здорово, всех поздравляю с Масленицей широкой. Желаю всем здоровья, радости, веселиться. Спасибо за организацию, очень здоровский праздник, спасибо. Три, два, один. Блинный стол, народные забавы, спортивные игры, широкие масленичные гуляния прошли в разных уголках города. В Ленинском районе состоялся молодежный праздник для студентов. Присоединиться к торжествам могли все желающие. Праздник, которому невозможно остаться равнодушным. Ведь по православной традиции уже совсем скоро. Сытные разгульные дни сменятся временем строгого воздержания. Масленица нужна для того, чтобы люди научились радоваться жизни. Я вот наблюдаю, когда люди только приходят на праздник, они стесняются войти в круг. Но когда они начинают общаться, веселиться, все это приводит к созданию хорошего настроения. Масленица – это праздник, который делает людей добрее и ближе друг к другу. Здесь забываются неприятности и прощаются обиды. И пусть спадает в сердец ледяная броня, и весна хладит светлым припоем. Я прощаю тебя, ты прощаешь меня. Мы друг друга прощаем с тобой. Это стихотворение Станислава Золотцева называется «Прощенное воскресенье». Это в честь дня, который логически завершает сырную неделю. В том, чтобы примириться со всеми, и есть смысл всего торжества. Завершается самый последний день, это сегодня день. Какой у нас? «Прощенное воскресенье», верно, да? И, конечно же, завершить его нужно именно так. Анечка, если тебя чем-то когда-то обидел, я прошу тебя, прости меня, пожалуйста. Бог прости, это я прощаю, и ты меня прости. Эх... Люди, прости меня. Вот можешь задать, сейчас пока вы... Прости меня. Кто не садькует, друзья, никто. Ну, чтобы просить у кого-то прощения. Если кто-то, то кого-то обидел. Прости меня. Вот, пожалуйста. К этим словам присоединяются Олег Зверев, Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, Константин Головин, Григорий Пельшаков и вся редакция программы «События». Вне очереди, кто был... Хорошее настроение и море позитива. В Самаре прошел фестиваль открытия 15-го юбилейного сезона игр официальной лиги КВН. На сцену вышли 24 команды со всего региона. Каждый показал около пяти номеров. Участников оценивало строгое жюри. В его составе признанные КВНщики. Подробнее в сюжете Елены Малютиной. Город наш, здесь живем, потому что нам нравится это. День за днем, а с луны до солнца, от звезд до рассвета. 15-й юбилейный сезон стартовал с презентации этой музыкальной композиции. Авторы надеются, что в ближайшее время она станет гимном самарского КВН. Участники команды «Авангард» около года ждали выхода на сцену, чтобы перейти из лиги юниор во взрослую. Ребята дружат с первого класса. Они уже закончили школу и поступили в разные вузы. Говорят, КВН сближает и развивает. Им нравится работать в команде, тренировать актерское мастерство и презентовать свое творчество. В этом году они выступают одними из первых в блоке «Новички». Несмотря на то, что зал еще не разогрет юмором, планируют завоевать сердца зрителей и победить. Мы переживаем жизнь, и эту жизнь показываем на сцене. И нам очень приятно рассказывать с помощью шуток то, что происходит в обычной жизни. Это всегда интересно. КВН – это жизнь. Любить КВН. Ребят, давайте помечтаем о будущем. Вот то, что хочется. Я хочу новый дорогой айфон. А я тогда крузак двухсотый. Ребят, ну что вы какие алочные. Самое главное в жизни – это они. Мама может, мама может, все, что угодно. Вот, четыреста тысяч. Сто пятьдесят тысяч. На выход, крик души, за углом, тронулись, шишка. Два часа искрометных шуток и тонкого юмора. На сцену вышли 24 команды со всего региона. Каждая показала минимум пять номеров. Участники очень волновались, ведь их оценивало строгое жюри. В его составе признанные КВНщики. КВН, он настолько удивительный в принципе, что каждый год из-за команд, из-за новых веяний, из-за трендов, он всегда по-своему уникальный и удивительный. И пятнадцатый, естественно, не будет исключением, потому что КВН – это в первую очередь слежение за трендами. Это всегда на одной волне с молодежью. Это всегда на актуальные темы. Очень много новых команд. Победителями фестиваля открытия 15-го юбилейного сезона официальной лиги КВН «Самара» стала команда «Неваляшка» Самарского университета. В номинации открытия фестиваля победила команда «Крик души» из «Отрадного». А в номинации «Лучшая шутка» – «Провком» «СамГТУ». Номинация «Я самый смешной» – Дмитрий Гольцов из команды «На самом деле». А самой смешной стала Евгения Полковникова из команды «Дважды два» Самарский университет. Елена Малютина, Константин Головин. События. В парке «60-летие советской власти» прошла лыжная гонка памяти Виктора Ольховского. Он возглавлял Департамент спорта «Самара» и областную федерацию лыжных гонок. За медали боролись спортсмены в пяти возрастных категориях. За гонкой наблюдала наша съемочная группа. На старте лыжной гонки памяти Виктора Ольховского самые юные участники. Они бегут дистанцию в 500 метров. Яна Бек встала на лыжи в 4 года и вот уже 5 лет регулярно тренируется. В этот раз в своей возрастной категории финишировала первой. Очень довольна. Ну, сначала я старт проспала, а потом выиграла. Гонка памяти руководителя городского департамента спорта Виктора Ольховского проходит в четвертый раз на своей традиционной площадке в парке 60-летия советской власти. Сегодня очень хорошая погода, солнце, трасса достаточно хорошая, снег выпал. Лед, но вроде нормально ехать. Гонка пользуется большой популярностью у спортсменов. В этом году на старт вышли две сотни участников. В программе дистанции на 500, 1700, 2500 метров. Это одна из возможностей в завершении сезона, если у кого-то что-то не получилось на других соревнованиях, сегодня показать свое мастерство. Для меня эти соревнования, это не просто вот так положено, так модно провести гонку памяти. Для меня это нечто большее. Это вклад в будущее моего ребенка. Моему сыну, друзья отца расскажут, каким он был, что он сделал, как он это сделал, как он к этому пришел. Я думаю, для моего сына это будет очень важно. Победители гонки получили дипломы и памятные медали. Лариса Шлафаст, Константин Головин, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова